Так, у нас есть еще другая цель поездки. На колесах полдня будем. По Алтимуровеню мы едем. Одна из центральных улиц. Палатка стоит какая-то, видимо, к пасхе. Там кинотеатр был, проехали. Шоппинг-центр. Кстати, здесь можно с бусиком погулять, если уж поближе к цивилизации. А парк где? В той стороне, да? Там вот озера парк. Да, мы еще не доехали. А где наркоманы? Помнишь, где железная дорога, я тебе говорила? В какой стороне? Криминальный район. Туда. Там вот железная дорога, там криминальный район. А здесь парк городской. Меня просили девочки не трясти камерой. Я очень стараюсь. Ну, как получается? Вот сегодня я не выспалась опять. Да это у тебя руки трясутся. И такой экстремальный у нас день сегодня. Ой, руки тряслись у тебя, по-моему, на почте. А что руки тряслись? Ой, я расстроился из-за БМВ. Из-за того, что там у нас поломка. Я думаю, что здоровье дороже. Муж сегодня уже на работу не поедет. Я говорю, едь на работу. А он говорит, я уже не хочу. Руки, руки. Так, мы едем в магазин Лоэл. Лоэс. Лоэс. Лоэл. Лоэл. Ты скажи спасибо, что я сегодня на почте поговорила. Ты деньги взяла платить? Да. Это торговый центр. Здесь продаются инструменты. Цветочки. Техника. Кухонная, например. В общем, все здесь продается. Все, что надо по хозяйству. Все по хозяйству, да. А мужу здесь нужно заплатить за кредит, да? За что? За посудомойку. Еще не выплачен кредит у нас. Да. Говорит, что плохо помыли. Вот диски грязные. Надо будет заново мыть ее. Так сверху красиво все, чистенько. Вот. Вот торчит, да. А тут, кстати, ты видишь, что тут еще гнется. Этот кусок тоже отпадет. Его надо весь вынять. Посмотри. Да я видел, она сломалась. Согнулась как? Я видел, что она сломалась. Я видел, что она сломалась. Ладно, не трогай пока. Ну, не трогай. Посмотри. Если даже такую деталь купить, то ты ее туда не вставишь. Как она вставит? А ты должен профессионал разобраться. Да это надо. Еще не трогай, хоть торчит. Это вот это должно сниматься. Хоть торчит. А может быть это просто снимается и туда легко вставляется. Да, наверное. Может это какая-то мелочь. Ну, не трогай, я тебя прошу. Все, антенна торчит. Все. Отсюда брать корзину, что ли? А что ты собираешься покупать? Цветочки. Убери корзину иди цветочки. Что я собираюсь покупать? У меня огород. А? Говорит, за все заплатишь сама. Ну, правильно, потому что он мне... Мой шоппинг оплачивает. И вообще все. А это просто моя прихоть. Можно было бы обойтись. Конечно, без цветочков. Почему меня не пропускают? Надо нагреть. Я просто сама хочу. Мы сейчас сначала посмотрим, что здесь есть. Может быть, какие-то фруктовые пусты. Так, ну что, смотрим. Это розы. Мне розы не нужны. Возможно, это такие крупные розы, правда. Но я не хочу рисковать. Я покупала... Думала, что крупную розу покупала. А она такая себе. Не очень красивая. Так, идем смотрим, что это такое. Что это такое. Какой-то кушке. Здесь это упало. Это я не знаю, что. Так. Сирень здесь была где-то. Или нет? Где-то сирень я видела. Что это? Фиалочки. Надо будет их взять. А где же я сирень видела? Интересно. Или я подумала... А, вот. Вот это сирень. 30 долларов. Люблю сирень. Так. Эти покрупнее. Уже вот по 4 доллара. Это что у нас? О, сори. Непонятно что. Красивее. Это вообще по 7 долларов. Мне нужно что-то такое, чтобы все лето цвело. Лилии у меня есть. Интересно, как вот это вот цветет. Если бы я еще разбиралась. Герань, да? Как долго оно будет стоять летом. 24 доллара. Тюльпаны у меня есть пару штук. Смотрим, смотрим. Это не хочу. Хочу какие-то ягоды найти. Может быть, смородину. Потому что другие ягоды я высаживала также. Чернику не прижилась. Что-то так бедненько, я бы сказала. Но корзину оставила. Надеюсь, никто не уведет. Ну и что? И где ягоды? Это овощи. Ну, виноград. Я не хочу виноград. Блюберри. Не прижилась у меня. Что-то, может, малина, что ли? Нету ягод. Что это? Вообще непонятно, что это. Это виноград, да, Вова? Что это? Или это ежевика? Blackberry написано. Черные. А это виноград, да? А это виноград, да. Blackberry. Может, малину увидишь? Света, ты будешь сейчас ходить снимать час. Я смотрю, что здесь есть. Какой-то дефект в машине. Смотри, какая щель стала здесь. Ага. То есть, оно не садится плотно, получается. Я этого не видел. Оно должно плотно быть. Оно было плотно всегда. И это же дырка. Ну да. Короче, я поехал на эту станцию, где этот. Дай мне документы. Короче, поехал муж на станцию. Посоветоваться, что ему скажут. Давай. У него там знакомый какой-то. Поехал муж на станцию. Ну, по ремонту машин. Говорит, погуляй здесь. Потому что ему-то скучно ходить со мной. Кстати, вот эти вот неплохо растут. Тоже гвоздички интересные. Двенадцать. Да, цветочки не дешёвые. Так, это в помещении что-то здесь есть. Ой, здесь какая красота. Вот я такие посадила, но они что-то у меня не выросли. Сколько они стоят, интересно. А я забыла, как называется. Цены не вижу. Я бы пион ещё купила. Тоже высаживала пион. Тоже у меня не прижился. Ну, выгодно, конечно, покупать многолетние цветы. Они такие, что посадил и всё. И на следующий год опять покупай. Я стараюсь так и делать, но не всегда оно как бы сохраняется на следующий год. Вот, что это ромашки. Может быть, пиончики найду здесь. Тюльпаны какие красивые. Но они сейчас уже всё отцветают, опадают. И до следующей весны. Сколько это стоит? Блин, где цена? Так, ну что, показываю, что я купила. Блин, петуния. Вот эта мне не нужна висячая. А петуния была только в таком горшке. Одни цветочки, потому что овощей вообще не было. Помидоров, например. Я бы посадила помидорки, перчик. Ничего этого нет. И вот к нашему крокодилу такая вот замечательная собака. Чтобы бусику было что? Обсыкать. Такой пёс смешной. А на всё на это... А, это что? А, это лаванда. 150 почти долларов. Две земли. И ещё я купила 4 упаковки семян. Петрушка. Лук. Ну, вот такой вот специи. Зарядку я опять не взяла. В общем, землю положили. Два мешка в багажник поместилась. А вот это вот ежевика. Ну, я слышала, она нормально должна расти. Посмотрим. Там даже цветочки есть. Ну, и ромашки. У меня ромашки тоже не прижились. Ну, и такие вот мелкие всякие фиалочки. Не знаю, как их называют правильно. Ванютины глазки. А, что здесь ещё? Гвоздички. Ну, такое. Что тебе сказали? Ты смог посоветоваться? Да. И что сказали? Что-то серьёзное? Сказали, что этого человека выходной сегодня. А. И что? Не, ну, сказали, что заднее стекло нормально всё. Это так должно быть. Просто я не помню, как оно было. А вот эта фигня? На крыше. Не делаю. Выезжает сюда, не помёршу. Солярку его не... А фигня это, что на крыше? Ну что, надо менять, но... А он не сказал, сколько это стоит? Посмотри, сколько места ему надо было около нас пылиться. Твоя машина понравилась. Угу. Может, ты ему понравилась. А... Не сказал, сколько это может стоить, да? Ну, не было этого человека, вообще. Не было. Другие люди вышли, посмотрели, говорят, да, это что-то непонятное. Могу саму-сумоваться. Никто это не подковырял. Сказали, что сама, да? Угу. А чего я поехал? У этого бренда у него точно такая же машина. Я думал, он же посмотрел, он же должен знать, как стекло плотно садится или... Но оно вроде бы так и было. А я не помню, как было. Я на ней резко езжу. Я просто не помню, как оно было. Видите, девушка уже загорает. А зубы у неё какие-то здоровые. Ой, да ладно, здоровые. Не обсуждая внешность. Внешне здоровые зубы. Ну, хорошо. Я показываю, как люди одеваются. Не стесняются. Шортики коротенькие. Молодцы. Разве со здоровыми зубами такую зубу отъезжу? А иди в баню, Вова! А я думаю, к чему тут зубы? А тебе... Лишь бы пожрать. Поржать. Поржать. Разве с хорошими зубами такое? Если зубки больные, ну выкушить нельзя, будешь хуйненькие. Если зубки больные, проживать нечем. Ну, латать было. Ой, тибунтиный зык. Гуся, друга тебе купили. Да, да, да. Брать-то. Муж у меня золотко какое сегодня. Перетаскал все цветочки сюда. Нужно их полить, потому что солнце еще немножко палит. Землю принес здесь. Оставил один мешок. И там на переднем дворике. Собаку мне выгулял, потому что я не выспалась. Я говорю, я сегодня делать ничего не буду. Я себя даже не показываю, потому что страшное. И я бы даже посидела там на заднем дворике и поела. Говорит, все, что хочешь, я тебе разогрею, принесу на улицу. Ну да, что ты тут. Буся покакал? Конечно. Отлично. Вот столько толщиной с пальцем. Вова, я видео делаю. Даже не показываю, да, Буся? Мама, я молодец сегодня. Я герой. Он даже сожрал этот сухой корм. Не дождался. Ну, давай, говори, что тебе нести. Ну, давай чуть попозже. Хорошо, давай чуть попозже. Тогда я могу идти траву косить? Да. Да, ты у меня сегодня вообще герой. Я пойду траву косить. Молодец. Я мешочек скинул. Нет, я два ставил. Посылки нет, да, еще? Нет. Я только что вошел туда. Посылки нет вообще. Там земля лежит. Мешок земли, в общем. И там собаку посадили. Собачка красивая. Красивая собачка, да? Дедушка наш. Где дедушка? Вон. Куда-то ехать собрал. Стоит, думает, да. Ну, главное, что живой и шевелится. Вот он, дедушка наш, сосед. Ему лет 90. Мы за ним наблюдаем. Он за рулем ездит, как молодой парень. Да. А до машины зайти не будет. Я иду с собакой, он мне пипикает. Угу. В общем, я сегодня на курорте отдыхаю. А муж траву дерет. А муж траву дерет. Без рукавичек даже. Не берет, а проплавливает. Вынес себе косилку. Короче, я даже не вмешиваюсь. Хозяин дома. Говорит, сиди и молчи. Сиди и не вмешиваюсь. Чем меньше, говоришь, лучше. Все, я молчу. Сиди и не. Я вообще молчу. Не налюбуюсь на своего мужа. А я сижу целый день на воздухе, на природе. Пси сыпают. Дерево цветет. Вот сижу и думаю, если бы мы жили в апартментах. Представляешь, Вова? То этого мне чего не надо было делать. Деневри, ты любишь задний дворик и свой дом. Да, я люблю его. Он сегодня вызвался помочь мне здесь убрать. А я уже посажу цветочки. Пока не туда. Там муж ходит, а у соседки Алекса. Говорит, хай. А муж спрашивает, can you see me? Ты можешь меня видеть? Видеосистема у соседей у нас реагирует. Чуть туда подойдет и все. Алекса говорит, хай. Ой, так интересно. Я жду, когда ты косить начнешь, чтобы я тебя поснимала. Я не знаю, что ты хотела, чтобы я тебя здесь поблавывала. Мяту всю мне не вырви. А тут сухие какие-то палки. Вот сухие можно. Я даже не хочу вставать с кресла, чтобы поснимать по-человечески. У меня сегодня лень. Ладно, я встала. Проконтролирую, как он тут работает. Ты не контролируешь, лучше помогай делать. Давай, давай. Все, давай, давай. Я сегодня ничего не делаю, я сказала. Я каждую весну все это выгребаю. Ну так не могла. Сегодня повыгребаешь. Ну ты же сам напросился. Работай. Я молчу. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш семейный канал. Гуська носит тапочки. А я успела загореть, пока мы катались. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. Пусть у вас все будет хорошо.